Двенадцать счастливых новоселов, миасские сироты получили квартиры. В области до минус двадцати погода ухудшается, вероятность аварий на дорогах возрастает. Чистые дворы, аккуратные контейнерные площадки. Благоустройство миасса на контроле у администрации. После оформления договоров социального найма молодые люди смогут приватизировать квартиры и оформить их в собственность. Надежда одна из новоселов. Путь к новой квартире был долгим и тяжелым. Несколько судов, поддержка прокуратуры, уполномоченных по правам человека и ребенка. И наконец-то она переступает порог уже своей квартиры. Наконец-то дождалась, ждала почти три года. В суды ходила, везде жаловалась. Вот, наконец-то добилась. Очень рада, счастлива. Спасибо большое нашему городу. Поддержать девушку в такой знаменательный день пришел близкий ей человек, социальный педагог Миярского строительного техникума Елена Гречущева. Я просто рада. В 16 лет Надежда осталась без попечения родителей. Год провела в приюте, окончив школу, поступила в училище и переселилась в общежитие. Сейчас ей 21. Несмотря на молодой возраст, мыслит девушка совершенно по-взрослому и утверждает, рассчитывать жизни приходится только на себя. Поэтому, будучи студенткой, она устраивается на работу продавцом. Сейчас она отучилась на товароведа и работает по специальности. Долгожданное новоселье Надя отпразднует со дня на день. Через два дня буду заезжать. Сегодня оформлено, верно, оформят мне. Буду заезжать, новоселье справлять. В новом доме по улице Вернацкого детям-сиротам выделили 12 квартир. Рядом детский сад, недалеко больница и школа. Для молодых людей, которые в будущем обзаведутся семьей, достаточно комфортный район. Исполняющий обязанности главы округа Геннадий Васьков вручил благодарственное письмо, адресованное директору строительной компании, которая выполняет благородную миссию, предоставляя квартиры на первичном рынке детям-сиротам. Мы говорим смело о том, что вы социально ориентированная миссия. Спасибо вам за это огромное. Позвольте мне с большим удовольствием получить. Ну, здесь так все. Я вижу, как раз, директору, как получается. Да, директору, поэтому я полагаю, вы вам передадите. Обязательно. Вот и вот. Спасибо. В прошлом году в МИАСе сиротам предоставили 28 квартир, в нынешнем 12. Всего на приобретение жилья для детей-сирот из всей области в 2015 году выделено почти полмиллиарда рублей. Из них 122 миллиона из средств федерального бюджета и почти 400 миллионов областного. Финансирование рассчитано на покупку более 500 благоустроенных жилых помещений. Гузель Шмелькова, Александр Лядов, ОТВ МИАС. Будет холодно. В Челябинскую область приходит зима. В нескольких городах и поселках из-за непогоды было нарушено электроснабжение. В МИАСе первая холодная ночь прошла без происшествий. Из-за порывов ветра было нарушено электроснабжение нескольких городов и поселков Челябинской области. В МИАСе серьезных последствий из-за метели не было. Синоптики обещают очередную волну похолодания. Столбик термометра в отдельных районах области может опуститься до минус 20 градусов. Дождь в сочетании с мокрым снегом будет идти еще несколько дней. Из-за этого повышается аварийность на дорогах. Только за прошедшие сутки на территории МИАСского городского округа произошло 14 ДТП. В одном из них водитель получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение. Столбик термометра опускается все ниже, а вот вероятность пожаров в это время года повышается. С детства нас учат, что нельзя обогревать дом с помощью газовой плиты. Нельзя сушить белье на электроприборах. Только вот количество зимних пожаров не уменьшается, сообщают специалисты. По сравнению с летним периодом, количество пожаров в домах с приходом холодов увеличивается в среднем на 40%, сообщают миасские огнеборцы. Самыми распространенными причинами зимних пожаров являются неправильная установка и использование электроприборов. Также часто люди, желая обогреть свой дом, включают газовую плиту, открывают духовой шкаф, чтобы тепло поступало в помещение. Делать этого нельзя. От малейшего ветерка огонь может погаснуть, а газ все так же будет поступать в квартиру. Если вы проживаете в квартире и все-таки мерзнете, то используйте электропогреватели, но обязательно учитывайте, что они должны находиться на определенном расстоянии от мебели и занавесок. Обязательно осторожно, если у вас в доме есть маленькие дети, которые могут играть с подобными предметами. Если же вы проживаете в частном секторе, то мы настоятельно рекомендуем все-таки перед отапливаемым сезоном побелить печь, чтобы увидеть все недостатки и трещины. Это вам поможет. С началом сезона топки печей соблюдайте правила безопасности. Не применяйте для розжига бензин или другие легко воспламеняющиеся жидкости, предупреждают пожарные. А при использовании каждые три месяца очищайте дымоход от сажи. Дворы должны быть красивыми и чистыми. Исполняющий обязанности главы МИАСского округа совершил объезд с северной части МИАСа. Геннадий Васьков проинспектировал точки, над благоустройством которых еще предстоит поработать. Подробнее в нашем сюжете. Достойный пример для подражания. Результат совместной работы администрации и руководства торговой сети «Магнит», что называется, налицо. Возле магазина на конечной остановке Машгородка организован подъезд транспорта и благоустроена территория. Я знаю, что здесь было не понаслышке. И вижу сегодня, что здесь по факту и мы имеем. В общем, хороший результат. Если каждый из арендаторов помещений, собственников, которые располагаются на территории МИАСского городского округа, независимо от рода деятельности, будет хотя бы за своей территорией следить, поддерживать ее в надлежащем виде, то мы тогда гораздо быстрее наведем порядок. Контейнерная площадка между 10-й школой и 6-м домом по улице Циолковского давно пришла в негодность. Со всего микрорайона сюда прямо на землю складировались груды мусора. По поручению администрации площадка была приведена в порядок, но проблем на этом участке еще достаточно. Начиная от ограждения территории школы 10-й, потому что там ограждения нарушены, хотя бы несколько секций для начала надо восстановить, чтобы там не было проходного двора. Подъездные дороги, дорожное полотно, где постоянная лужа. Здесь надо находить решение проблемы. Делать есть что. Другое дело, что, наверное, сейчас это не совсем по сезону, эти работы. Поэтому их надо предусмотреть и запланировать на начало, на летний сезон будущего года. А контейнерную площадку просто надо уже поддержать и эксплуатировать надлежащим образом. Завершился объезд в центре Машгородка. В частности, чиновники осмотрели ступеньки рядом с торговым центром «Малахит». Их требуется заменить, так как местами они полностью разрушены. Решением этого вопроса займутся в 2016 году. Гузель Шмелькова, Александр Лянов, ОТВ, МИАС. Сегодня в администрации города состоялось заседание социальной комиссии. Всего в повестку были включены 18 вопросов. Депутаты обсудили несколько тем, касающихся образовательных учреждений. Не оставили без внимания и формирование народных дружин. Большая часть вопросов коснулась образовательных учреждений, а именно делегирования представителей собрания депутатов МИАСского округа в составе комиссии по приемке детских оздоровительных лагерей, а также по проверке организаций и качества питания детских садов. Соответствующим докладом выступила директор управления образования Наталья Каменкова. Комиссия создавалась в острый критический период, когда нужно было проверять качество питания в силу того, что повышение родительской платы вызвало достаточно много вопросов. На сегодняшний день комиссия собирается не так часто, но мы считаем, что сохранить ее необходимо, потому что контролировать организацию питания необходимо. Мы готовы смотреть и все предложения, которые собрали депутаты. На сегодняшний день свои кандидатуры выдвинули четыре депутата Наталья Курикова, Константин Башлыков, Сергей Собинов и Елена Семенова. Следующая тема социальной комиссии – поддержка народной дружины «Гроза». Напомню, она появилась в городе в феврале текущего года. Основные задачи дружинников – помощь полиции, патрулирование районов города, участие в поиске пропавших без вести. Народная дружина у нас есть на территории города. Такая создана в основном законном порядке. Муниципальная функция администрации Минского городского округа по оказанию и поддержке добровольным формированиям граждан по охране общественного порядка выполняется. Какие-то деньги уже запланированы или выделены для оказания данной финансовой помощи. Дружина есть о нормативных актах по поддержке общественников по результатам проверки областной прокуратуры не оказалась, в связи с чем прокурор предложил разработать проект, регулирующий положение об оказании поддержки народной дружине. На сегодняшний день документ разработан и направлен в финансовое управление, в прокуратуру и в отдел МВД для согласования. Депутаты, в свою очередь, также могут ознакомиться с ним и внести свои предложения. Это все на сегодня. Наши сюжеты доступны на сайте 1обл.ру, а также в группе ВКонтакте. Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25 00 55. Спасибо, что были с нами. А после короткой рекламы смотрите ваши хорошие новости с Гузель Шмельковой. Продолжение следует...